9.30 утра. Детки мои спят еще. А мне надо сходить по делам. Сейчас покажу спящий утренний батумий и вообще покажу что происходит. Вот мой подъезд. Покажу. Минусы сейчас покажу. Вот новострой, дом который еще не сдан, в котором еще делаются ремонты. Мы тут живем и радовались бы, вот если бы не было вот этого. Сегодня возьму веник и наверное вот это вот все подмету, потому что это уже просто капец какой-то. Так как дом не сдан еще, я так понимаю, что нет никакой управляющей компании, потому что подъезды действительно грязные. Здесь наверное летом будут фрукты продаваться. Вот здесь магазин получается, супермаркет под моим домом. Там фитнес-центр. Вот этот вот весь этаж. Ресторанчик там небольшой. Вот такой вот у нас комплекс из раз-два-три-четырех домов. Четырех-пяти. Пяти по-моему там еще один. Нет. Четырех. Вот такая асфальтированная площадочка. Парковочка. Детский садик. Вчера я к ребятам ходила в гости вот в этот дом. Вообще тут все как бы в районе пешей доступности. Вот я сейчас вышла, мне надо будет сходить по делам. Ну и в принципе... Хотя сегодня уже разрешили ездить машинам, но вообще грузины спят. Спят не только в карантин, а вообще спят. Любят поспать. Вообще любят вести такой размеренный образ жизни, я бы сказала. Я это наблюдала в Испании. Не понимала, наблюдая за девушкой испанкой, которая держит свой магазин, держала. И я на завтрак... Мы выходили в Чурусную завтракать. И я смотрела, как она в 12 приходила на работу, открывала магазин. Там где-то, наверное, пару часиков она работала. И потом наступал у испанцев обед, когда приходят все родственники. И они в кафе на улице садятся и начинают обедать. После обеда они любят отдыхать очень. Вот. Потому что в обед они принимают немножко вина, организм, солнце, жара. И вот эта сиеста испанская, она настолько расслабляет, что все идут домой в Журу. Никто не гуляет в обеденную, в зной. Все идут под кондиционеры отдыхать, знаете ли. Я не понимаю вообще, как они зарабатывают. Потому что большую часть времени, мне кажется, они отдыхают. У грузины, я хочу сказать, что это кайф жизни тоже присутствует. Во Владивостоке я вставала в 5.30 утра. И как белка в колесе у меня день сурка продолжался много лет. То есть это дети. Пока не было детей, я работала усердно. Училась, работала. Потом, получается, когда появились дети, все. Я, можно сказать, залезла в это колесо и побежала. Ну, как многие, наверное, и мамочки меня поймут. Вот вчера я созванивалась с несколькими людьми, которые мне сейчас пишут в WhatsApp, так как я оставила свой телефон. Уже говорила. И мне пишут женщины, девушки. Ну, возможно, считывают как-то мою энергетику. И видят, видя мой пример, допустим, эмиграции, как я и предполагала, что они хотят, ну, наверное, такой же шаг предпринять в своей жизни. Что-то изменить по-лучшему. И спрашивают советов. Вот. Я хочу сказать, что, дорогие мои подписчики, я не агитирую, ни в коем случае не являюсь никаким агитатором переселения из того места, где вы находитесь. Я просто делюсь своим жизненным опытом и надеюсь, что это моя точка зрения, субъективная. Она не сделает каких-то неправильных интерпретаций в ваших головах. Каждый должен чувствовать душой и понимать вообще, что эмиграция – это действительно очень серьезный шаг в жизни человека. И к этому нужно подготавливаться. У меня эмиграция – это не спонтанное далеко решение мое. Я об этом думала 6 лет. Готовилась морально, материально. Ну, в общем. Вот здесь вот я сейчас иду по улице Батуми. Русская речь. Русская речь, все хорошо. Вот уже разрешили машины с сегодняшнего дня ездить. Сегодня она, моя соседка, поедет в Кабулете. В Кабулете. 20 минут езды на машине. У нее там семейный бизнес. Они построили отель. Поэтому приглашаем вас. Я думаю, что даже если не откроют границу авиасообщения, люди будут, внутренний турист, все равно будет. Ну, и вообще, я так понимаю, что лето у нас будет на движнике. Приглашаем вас. Можем встретить. Можем рассказать, где здесь можно покушать, провести по каким-то маршрутам. Если вы никогда не были в Батуми, звоните. Мы с удовольствием... У меня уже организовалась здесь группа поддержки. Вот. Ну, и мне на самом деле очень интересно. Все, что здесь происходит вообще в Грузии. Эта страна, она... Она во мне. Я в ней, она во мне. Вот. И я хочу сказать, что буду путешествовать. Я очень хочу ее изучить. Сванетия, Кахетия. Вообще, просто смотреть эти красивые места, знакомиться с людьми, делать для вас репортажи. Ну, пускай это не профессионально, как-то там где-то мне говорят, что камера кружится, дергается. Но, ребят, вы должны понимать, что я не профессиональный режиссер, не оператор. Я просто обычный человек, ну, который хочет делиться. Вот хочу вам еще такие улочки поснимать. Спокойные. Грузинские улочки. Ну, вот это, в принципе, я там, где я раньше жила. Вот мой дом зеленый, где я снимала квартиру. Буквально там, возле юстиции. Но только вот немножко вглубь. Музыка играет. Народ на велике с сигаркой. Все хорошо. Так, ну, мне вот сюда, только я не знаю, в какой подъезд. Сейчас буду звонить, узнавать. Ну, вот я пришла. Ну, еще чуть-чуть рано я пришла. Поэтому 10 минут поснимаю еще для вас какой-нибудь контент. Ну, задают вопросы. Вот я хочу вас попросить, кто смотрит мой канал, кому интересно вообще Батуми, кто как-то, может быть, рассматривает в качестве иммиграции, как я когда-то. Пишите вопросы, формулируйте вопросы, которые вам интересны. Я просто буду их прописывать, а потом составлю прям по этим вопросам видеоответ для вас. Вот, девушка мне вчера задавала вопрос по поводу работы, вообще по поводу моей истории, как я вообще сюда попала. Смотрите, белье сушится. Мне так нравится этот грузинско-испанский колорит. Я его называю. А этот, как вчера Нана сказала, стиль а-ля Павад в Грузии. По-моему, это слова Васильева, если я не ошибаюсь, нашего историка моды. Грузинский а-ля Павад. Прикольно, да? В общем, моя история, да, если интересно, если вы интересуетесь. У меня 20 лет парикмахерской деятельности, уже больше. Я призер международных конкурсов. Москва, Санкт-Петербург, Лореаль, Долорес. Но это мое мохнатое прошлое, так как я уже женщина достаточно взрослая. Я пробовала в жизни разные направления деятельности. У меня был бизнес постельного белья. Я создала бренд эксклюзивного постельного белья. Продавала его в Владивостоке. И вообще, можно сказать, громко сказать по всему миру. Вот, возила ткани с Китая. Так как у нас Владивосток, так же, как здесь Грузия, соседствует с Турцией. Я из Китая возила ткани. Отшивала во Владивостоке. Ну, продавала. Я не могу сказать, что это какой-то крупный был бизнес. Это было просто так все на коленках сначала сделано. Но потихоньку как-то мне это давало некий доход. Вот, продавала через Инстаграм. Потом, получается, я в 2016 году я написала книгу, фантазийную повесть. Автобиографичную. Моей дочери тогда было три месяца. И я ее презентовала в Санкт-Петербурге, в Летнем дворце Петергофа. Вот, благодарю за это моего провокатора бизнес-творчества Дарью Бигбаеву. Дарья, привет! Может быть, ты меня увидишь где-нибудь. Я на это не надеюсь, потому что это очень занятый человек. Но вдруг. Ну, в общем. Книга, значит, да. И в, наверное, 2014 году я знакомлюсь... Тоже происходит такая встреча. Я знакомлюсь с девушкой, которая живет в Испании. Знакомлюсь, причем, замечу, через онлайн. Мы знакомимся, мы с ней общаемся в скайпе. Интересно, так вообще у нас тоже судьба сводит. Но она живет в Испании уже более 10 лет. Муж у нее англичанин. У нее сын такой же, как Матвей. И я попадаю в Испанию в 2014 году. Получается, мы путешествуем по Европе, Барселона, в Германии, во Франции. Ну, то есть я первый раз ощущаю себя вне России, вне Азии. Я ощущаю себя очень хорошо, могу сказать. Я поняла, что существует какая-то вообще параллельная реальность, где выходишь на улицу, пахнет цветами круглый год, изгородить цветов. Ну, и вообще мне показалось, это какая-то нереальная реальность. Все, с 2014 года я начала уже задумываться о том, что я хочу покинуть Россию. Вот. На тот момент у меня еще второго ребенка не было. Ну, вот так сложилась судьба, что Бог подарил мне еще дочь. Вот. Я одна. Сейчас воспитываю детей замечательных. Матвей у меня сейчас учится на домашнем обучении. с репетитором, как я и планировала, потому что мы в первом классе в России сменили 4 школы. Вот. И все-таки, приехав сюда, есть у нас один учитель от Бога, Наталья Александровна, вам тоже привет, огромный и сердечный, низкий поклон. этот учитель. Таких людей вообще Бог дарит. Разговаривая с профессионалом своего дела, педагогом, она сказала, что при переезде Матвею нужно обязательно домашнее обучение. Я послушалась ее совету, я это как мать понимала. То есть ребенок у меня на домашнем обучении, 4 раза в неделю к нам приходит репетитор, очень хороший тоже, Лия. Магистратуру в Москве заканчивала грузинский, английский, русский. Владеет человек, замечательно. В общем, она занимается с Матвеем одно занятие, где-то час-полтора они занимаются в день, 4 раза в неделю стоит 20 лари. Ну, курс на сегодняшний день смотрите в гугле, 23-24 рубля 1 лари. Ну вот, Милана у меня ходила в садик, пока не закончился карантин. В общем, приехав сюда, у меня никого не было здесь знакомых. Сейчас я могу сказать, что этот круг моих знакомств, он с каждым днём становится всё шире, очень люди доброжелательные, очень открытые. Чувствуешь себя здесь, ну вот, по моим ощущениям, я себя чувствую, как будто бы я дома. Вот. Говорят, что Грузия вообще для эмиграции это очень комфортно в том плане, что здесь можно выходить из состояния очень тяжёлых. Ну, во-первых, здоровье здесь можно как-то реанимировать своё. Очень хочу, чтобы моя мама сюда приехала, потому что магнитные пески, которые, ну, там лечат кучу заболеваний, и ну, вообще, фрукты, овощи, экологичность страны, и этот воздух чистейший, он даёт возможность людям, как я хотела бы сказать, для себя, как я себя здесь чувствую, здесь происходит какая-то реанимация моей души. Так высокопарно. Вот, но это действительно так, потому что я каждый день здесь просыпаюсь с ощущением счастья. Этого не происходило уже долгие годы в России, и чувствовала я там себя очень плохо, и вчера делилась об этом с девушкой, делилась о своём состоянии, которое я переживала, с девушкой из Чеченской Республики, она сейчас в Грозном, и по её глазам даже я уже считывала её состояние, потому что сама это проходила в какой-то момент жизни своей, и ну, просто делилась своим опытом, потому что человек тоже с двумя детьми в разводе, некомфортно себя чувствует там, где он сейчас есть, вот, и я обращаюсь к вам, если вам нужна какая-то помощь, если я чем-то могу для вас помочь, и вы это можете сформулировать, обращайтесь, пишите мне, я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, прописывайте всё, что у вас интерес, всё, что вызывает у вас интерес, возможно, к моей личности, вообще, к городу, к стране, я буду искать информацию, потому что я в стадии изучения сама, в стадии поглощения, вообще этого всего пространства в свой внутренний мир, так что всем передаю привет, сейчас мне уже нужно идти навстречу, вот, всех люблю, кулы. еще раз, если вы сможете помочь, я буду чтобы помочь, я не могу я чувствую, это что-то, ished, а, я не могу, я вам сейчас Продолжение следует...